От чего именем ведется рассказ? От имени автора. Хорошо. Ребята, а рада ли была собака увидеть своего хозяина? Так, не надо крикивать. Ну-ка, третий ряд у нас молчит. Ну-ка, поактивнее. Пожалуйста. Она стала лакать молоко. Так, а рада ли она была увидеть своего хозяина? Была рада. Была рада. А с чего вы это взяли? Потому что она била прудом. Так, била прудом. Ещё что, Рома? Её в глазах жизнь. Ну, что это перед тобой? Заиграла. Да, ребят, молодцы. Ну, а как вы понимаете, в её глазах жизнь заиграла. Что это значит? Саша. Потому что у неё появилась радость. Так, глазах появилась радость. А как вы понимаете, забила прудом? Что это такое? Так, Усман. Усман передумал. Пожалуйста. Она начала бить хвостом. Бить хвостом. А почему так автор назвал прудом? Ну-ка подумайте. Так, Вика. Потому что она, у меня есть линия собака. Это говорит, наверное, о чём? А размере, наверное, да, Борь? Ну-ка. Она рада. Она рада. Ну, а почему прудом называют? Забила хвостом, забила прудом. Потому что она очень сильно делала, но хвост был очень сильно. Так, у ней был очень сильный хвост. Значит, она была каких размеров? Большой. Наверное, большая была, да. Так, хорошо. И последнюю часть нам прочитает. Дарит, давай громко. Значит, через мою ладку её силы прибавились. Ребята, так важными были для Лады эти несколько глотков молока? Да. А как вы думаете, важными ли были для Лады только эти несколько глотков молока? Ну-ка, Саш? Да. Потому что нет. Тише. Дай вы сказали. Потому что животным полезно молоко. Ага, полезно молоко, согласна. Но только лет важны были. А что ещё было важно? Ласка. Ласка ещё была важна. Молодец, Анечка. Да, ребята, действительно, в этом рассказе есть очень много важных мыслей. Но их сразу не увидишь, читая рассказ. Они как будто спрятаны за строчками. Мы с вами попробуем их понять. Если прочитаем рассказ очень вдумчиво и не спеша. Ребят, у взрослых это называется читать между строк. Мы сейчас с вами попробуем прочитать между строк и подумаем. А что заставило Ладу сделать эти несколько глотков молока? Давайте мы сейчас прочитаем по цепочке. Начинаем. Лада заварела. Чашка. Чашка. Молоко. Созвала. Вот. Вот. Ребят, всё хорошо, только громче. Возвали меня. Да. Лада сказал я, надо поесть. Она подняла голову и забила прутом. Прутом. Боря, не прерывай цепочку. Я могу взять, где губа. Так, всё, точка. У нас жизнь заиграла в её глаза. Так, Кристина. Листь, ножи. Нет, 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 Кристина сбилась. Ну-ка, Ева. Кушай, ладно. Вот. Она протянула нос к молоку и золотала. Значит, через мою ласку её силы прибавились. И может быть. И не, но, и, те, немцы. Ко, не, ко, глот. Ребята, какие слова сказал автор своей собаки? Кто в них прочитает? Ну, давай, Артём. Кушай, ладно. Так, а ещё? А ещё? Ладно, надо поесть. Так. Ребята, а скажите, если сказать эти слова просто, без выражения, кто в них прочитает? Без выражения? Просто так скажем. Ладно, кушай. Надо? Надо? Поехали. Надо поесть. Так, ну-ка, ты. Без выражения. Ладно, кушай, надо поесть. Ребята, вот мы их произнесли просто так, без выражения. Есть что-то особенное в этих словах? Нет. А почему же тогда эти слова так подействовали на ладу? В них нет ничего особенного. Потому что хозяин очень ласково сказал. Правильно, хозяин сказал ласково. Ребята, а кто хочет попытаться сказать эти слова ласково, как будто уговаривать свою любимую собаку поесть. На примере нашей собачки. Но сначала нужно вспомнить, а что при этом делал хозяин? Денис, что делал хозяин? Я это хозяин делал, он гладит. Гладит. Кто попытает, найдем нас? Пожалуйста, идите сюда, подойдите к собачке нашей. Ну-ка, встань. Ладно, надо поесть. Кушай, Ладно. Да умничка ты. Ну, идем кушай, а у меня все в домы выходили. Так, идем. Кушай, Ладно, надо поесть. Молодец. Прочитайте предложение, которое доказывает нам, что именно ласка автора помогла собаке. Ну-ка, ну-ка, кто нашел это предложение? Пожалуйста. Ладно, сказал я, надо поесть. Умничка, правильно? Кто по-другому? Значит, через мою ласку ее силы прибавила. Да молодец. А еще, еще кто предложение найдет? От ласки жизнь заиграла ее глаза. Да умница, молодец. Так, ребят, так в чем заключается основная мысль? Рассказывай. В чем же заключается? В ласке. В ласке. Ну, развей свою мысль, ребят. Так в чем заключается основная мысль? Рассказывай. Что помогло собаке? Ласка. Ласка помогла собаке. Можно сказать, ну-ка. Молоко и ласка. Можно сказать, что вовремя сказанное ласковое слово способно даже вылечить больного? Можно сказать? Молодцы, ребята. А теперь давайте вернемся к нашему дереву предсказаний и посмотрим, кто был наиболее близок к содержанию рассказа. Итак, о чем этот рассказ? Мы говорили, что этот рассказ о взаимоотношении человека и животных. Правы ли мы? Правы мы? Об этом это рассказ? Да. А поднимите руки, кто так предполагал. Так, ну-ка выйдите ко мне, пожалуйста. Второго ряда. Выходите. Ребята, давайте мы с вами приблизим лесу и украсим наше дерево первыми синими листочками. Листочками доказательства нашей кровати. Пожалуйста. Пожалуйста. Посмотрите, листочек клей. Пожалуйста. Так. И думаем над вторым вопросом. А что может произойти в рассказе с таким названием? Быстро пригрей и отошли. Так. Мы сказали, какое-то добро и спасли жизнь. Правы мы были? Произошло добро? Да. Что произошло в рассказе, Кирка? Собака, я и дедушка, 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 она опять стала здоровой. Выздоровела собака. Совершенно верно. Так. Кто так предполагал? Пожалуйста, идем. Кира, Артем, Буря. Ребят. Ну и предположение. Четвертый, третий предсказатель. Кто такая Лада? Собака. Правильно мы предсказывали. Правильно мы предсказывали. Это собака. Ребята, вы кого испугались? Ну-ка, поживее. Нет, это не собака Лада? Собака. Собака. Так, иди сюда. Иди сюда, Риш. Так. И последнее. А будет ли Лада пить молоко? И так. Кто у нас считал, что не будет Лада пить молоко? Кто нам сказал, почему ты так думала? Потому что Лада отвертывалась. Лада отвертывалась. Ну, а на самом деле что произошло? Она пила молоко. Она пила молоко. Да. И что ее наставили пить? Молоко. Молоко. Идем, пожалуйста. Идем, уже нам лёгко. Ей, идем. Да, идем. Да, идем. Да, идем. Да, идем. Да, идем. Да, идем. Ребятки, вы потом все наклеите. На. На. Так. Молодцы. Вот какое дерево у нас получилось. Вы все работали хорошо. Приятно было с вами работать. А я вам даю плесенье солнечко за вашу хорошую работу. Ребята, а теперь посмотрите, поработайте парами быстрее. Парами. У вас на столах лежат карточки. Быстренько возьмите в руки синий и красный карандаш и отметьте слова, которые относятся к автору с синим карандашом подчеркните. Слова, которые относятся к Ладе, к красным карандашом. Кто готов? Кто готов? Слова, которые относятся к автору синим карандашом, а к собаке, к Ладе, к красным. Так. Ну, молодцы. Ну, все, стоп. Проверяем. Итак, слова, которые относятся к автору. Читай, Настя. Ответственный. Ребята, обсуждение закончилось. Любит животных добрый. Хорошо. Так, проверим, пожалуйста. Ответственный, добрый, любит животных. У всех так? Да. Так. Слова, которые относятся к собаке. Беззащитная, верная. Так. Еще есть? Беззащитная. Беззащитная, верная, преданная. Проверим. Молодцы. Ребята, а какие слова никуда не вошли? Плохой, жестокий, злой, грубый. Так. Плохой, жестокий, злой, грубый. А почему они никуда не вошли? Ну, потому что ни человека, ни животных не были злыми. Правильно. Потому что они подходят для человека, ни животных. А теперь переверните, пожалуйста, свои карточки и составьте Внеси дверь к собакам. В три раза. Итак, вспомним алгоритм. Кто собака? У вас это слово уже есть. Вторая строчка. Какая? Два слова. Третья. Что делала? Три слова. Четвертая строчка. Предложение. Пятая. Кто? Глянем ее собаку. Ее собаку. Да умница. Перед вами, ребята, и учебник. Тех учебников. Все, все. Техния. Продолжение следует. Ого. Спасибо. Все. Да, конечно, за одной из трансований. Ну, думаем, что делает собака. Думайте. Что она делает? Рассказь, не стыдите. Ребятки, чуть-чуть быстрее, пожалуйста. Смотри, кто-то начал у нас с четвертой строчкой, кто-то с пятой. Ребята, кто готов уже? Так, ну-ка, пожалуйста, прочитайте. Да, умница. Так, а еще у кого-нибудь готов? Блин. Ребят, еще, ну, скорее, еще нам один секрет. Ребятки, прочитайте. Они все исправились быстро. Лена, прочитайте, пожалуйста, свой секрет. Ти-шер. Кир, садись. Кира. Так, прекрасно. Ну, и давайте проверим. Вот наш секрет общий. Вы потом все закончите. Пожалуйста. Собака. Грустная, заболевшая. Выдняла, замокала, отвертывалась. Ласка силами варила. Плата. Молодцы, ребята. Вы закончите обязательно этот секрет. Все остальные. У вас уже улучшится к концу. Ну, скажите мне, так почему же мы в ответе за тех, кого приручили? Потому что здесь не заболеваемого холодного, но уже не получать. Так, и обязательно должны о нем заботиться. Ни в коем случае его. Можно выбросить на улицу? Усман, можно выбросить? Нет, конечно, нет. Ну, ребята, наш урок подошел к концу. Я всех благодарю за доверительный разговор, за добрые умные мысли, за творческое отношение к работе. И, конечно, закончить наш урок хотелось бы словами. Добрый минут рассказать. Кто любит собак или прочих животных, серьезных котов и шинков беззаботных, тот, кто сможет любить и осла, и козла, тот людям вовеки не сделает зла. Тот, кто любит животных, конечно, всегда будет добрым и никакого славя не сделает. Спасибо вам всем за урок, ребята, и поздравляю вас всех с днем святого коллектива.